всем привет вы на канале магазина пряжи вязаной сегодня поговорим про пряжу донна от фирмы фибра натура производится эта пряжа по американскому дизайну в турции составе у нее стопроцентная мериносовая шерсть extra fine super wash то есть волокна в структуре очень тонкие и изделия из этой пряжи можно стирать в стиральной машине моточек весит 50 грамм длина нити в нем 115 метров спицы для вязания рекомендуется номер 4 ниточка гладкая ворсик практически не выражен фактура у нее однородная скрутка практически не видно скручена она из четырех волокон и каждое отдельное волокно также имеет свою скрутку из двух волокон более тонких то есть скрутка здесь двухступенчатая очень надежная ниточка во время работы не расслаивается при этом волокна уложены свободно по отношению к друг другу то есть внутри она имеет много воздуха она легкая воздушная хорошо пружинит она эластичная первый образец спицами мы связали инструментом номер три с половиной лицевой гладью ниточку в полотне очень послушная она подстраивается под узор за счет своей эластичности выравнивается поэтому петельки получаются аккуратные ровные еще до стирки вот так она выглядит в лицевой глади кручение в петле практически не видно так как ниточка эластичная она хорошо держит резинку и и резинка хорошо выполнять свою функцию то есть она получается упругой и пружинистой и второй образец спицами мы связали теневым узором посмотрите как нить хорошо подчеркивает узор он получается рельефный объемный хотя этот теневой узор в принципе мог бы разгладиться он не предполагает большого объема но так как ниточка воздушная и пружинистая она поддерживает рисунок в ней будут хорошо смотреться любые косы араны ажуры теневые узоры будут смотреться ясно четко так как нить гладкая и ничто не мешает рисунку посмотрите как узор играет полутенями даже при таком небольшом рельефе узора и крючком номер три мы связали образец обычными столбиками полотно получилось гибким мягким послушным несмотря на хорошую плотность в крючке также ниточка подстраивается в узор и ложится четко аккуратно и я хочу сравнить ее с пряжей sensation от той же самой фирмы fibra natura эти обе нити имеют одинаковый состав и небольшую разницу в метраже по фактуре и по воздушности они очень похожи но sensation немного более пушистая хотя ниточка тоже гладкая но сверху она как будто покрыта такой легкой дымкой из светлого ворсика сравнение с пряжей донна и есть разница в скрутке если у донны двухступенчатая скрутка как я уже показывала то у sensation обычная спиральная у нее в структуре всего четыре волокна но они скручены между собой очень упруго витки располагаются близко друг другу хотя в итоге ниточки имеют визуально очень похожий эффект они обе однородные обе воздушные и вот так они выглядят в образцах у sensation рисунок более размытый хотя он тоже четкий но он слегка как будто припыленный сверху дымкой вот этого белого ворсика если в отдельности смотреть на ниточку то она тоже гладкая узора на ней смотрится четко но в сравнении с донной донна еще более гладкая и в ней еще меньше выражен ворсик на поверхности по тактильным ощущениям они похожи есть небольшая разница но словами ее описать сложно плюс еще здесь разный рисунок и я хочу ее еще сравнить с пряжей merino royal от фирмы alize который имеет приблизительно такой же метраж и в составе тоже имеет мериносовую шерсть скрутку у нити разная у merino royal волокна уложены свободно практически не скручены но эффект в полотне они дают похожий они обе одинаково гладкие одинаково мягкие тактильно обе приятные и на одной и на второй ниточке хорошо видны узоры и вообще я бы отнесла их к одной серии пряжи зимнюю который в составе меринос высокого качества вязать из такой пряжи можно практически все что угодно на зимний сезон одежда из нее будет очень теплая при этом при контакте с кожей она не должна вызывать никакого раздражения у ниточки практически отсутствует ворсик волокна в структуре очень мягкие тонкие пряжи хорошо переносят стирки носку терать изделие из этой пряжи можно при максимальной температуре 40 градусов исключить нужно все механические воздействия то есть не выкручивать изделие чтобы не повредить нежную структуру волокна нельзя ее сушить в стиральной машине и сушить ее нужно на горизонтальной поверхности для того чтобы изделие не деформировалась при намокании нить размягчается расправляется но после высыхания она возвращается в первоначальную форму и нить упругая она хорошо держит форму поэтому в изделии она не должна вытягиваться при грамотно подобранном номере инструмента и узоре есть такие узоры которые сами по себе предполагают вытяжку например патентные резинки и за счет узора может вытяжка произойти но не за счет качества самой нити поэтому в любом случае лучше вязать в начале образец палитру этой пряжи разнообразная цвета есть сложные есть более простые такие базовые которые подойдут и взрослым и детям оттенки чистые ясные есть полутона и еще я заметила что есть разница в намотки вот в этом моточке нить уложена более свободно а здесь более туго то есть моточки могут отличаться по размеру все номера начинаются на цифру 106 поэтому я буду называть только две последние цифры 26 27 02 03 04 07 08 09 19 20 01 18 21 22 15 16 17 40 41 43 12 14 33 24 29 31 если вы уже вязали что-то из этой пряжи то поделитесь своим впечатлением и подписывайтесь на наш канал увидимся с вами в следующих видео всем пока